Добрый день, друзья! С вами канал обучения и саморазвития. Сегодня мы составим своеобразный топ-15 признаков, по которым можно понять, что кошка вас любит. При всей своей независимости эти существа не прочь подружиться с человеком. Конечно, при условии, что править баллом будут они. Без этого кошки могут просто присутствовать в доме, но особых расположений и внимания от них ждать не придется. Поэтому предупредите ситуацию, не дожидаясь, что вас начнут нагло перевоспитывать. Если повезло подружиться с кошкой, необходимо играть по ее правилам и научиться читать кошачьи знаки внимания. Они бывают забавными, где-то неожиданными и даже неприятными для хозяина. Итак, начнем. Послание через запах. Во-первых, питомец может игнорировать принесенную специально для него когтеточку, предпочитая чесать когти о ваш любимый диван. И вы наверняка ругаетесь, думаете, что это делается из вредности. Но нет, кот просто стремится оставить свой запах там, где обитают его друзья. И это еще не самый страшный признак того, что кот любит вас. Во-вторых, четвероногий друг может оставить свой аромат, вылизывая хозяйские волосы и руки. Может просто потереться о хозяина, вроде как поставить галочку. Человеку обычно это не сильно мешает. В-третьих, у многих котов имеется вредная привычка метить хозяйскую обувь. Да, кошачья любовь бывает и такой. Игра очень хорошо от этого отвлекает. Уже нет необходимости в жестком разговоре с хозяином. Бывают и неожиданности. Приятные и не очень. Четвертый признак, по которому можно понять, что кошка вас любит, заключается в том, что мурлыкать кошка будет только с теми, кого сама до себя допустила. Цените это, как и долгие пристальные взгляды питомца. Она любуется вами. Если вы медленно закроете и откроете глаза, то покажете ей свое расположение без лишних слов, когда, возможно, разговаривать ни с кем и не хочется. Это можно назвать кошачьим поцелуем. С кошкой вы будете на одной волне и быстро придете в себя. Пятый пункт. Не удивляйтесь, если кошка решила поделиться с вами своей добычей. Это проявление заботы с ее стороны. Поблагодарите ее, ведь это не просто так. Данный признак кошачьей привязанности показывает, насколько вы дороги животному. Питомица как бы говорит, что ей хорошо именно с вами. Верная реакция на подарок, и вы всегда будете обеспечены таким вниманием. А что с ним будет потом, дело ваше. Шестой пункт. Не ругайте хвостатую подругу, если она повернулась хвостом к вам. Хвост перед лицом хозяина – душевное приветствие. Животное радуется, когда видит двуногого друга после его долгого отсутствия. Седьмое. Кошка довольно неожиданно может пукнуть, но это, к счастью, для человека бывает редко. Есть более безопасные действия для налаживания контакта, и кошки активно их используют. А если неприятность все-таки случилась, помните, что это доказательство того, что кот любит вас. Восьмое. Чаще есть риск того, что кот будет нагло путаться под ногами. Можно ненароком наступить на любимца, но не повышайте голос. Возьмите питомца на руки, погладьте. Первые минуты уделите ему. И хвостатому радость, и вам. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео? А главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Девятое. Питомец катается на спине. Открывая свой живот, он сигнализирует о том, что полностью находится во власти хозяина. Погладьте, приласкайте питомца, тем самым вы упрочните доверие к себе. Десятый пункт. Топтание на хозяйском животе или ногах. Это тоже говорит о безраздельной любви хвостатого, хотя это можно принять за пережиток детства. Однако такие танцы – хороший массаж. Одиннадцатый пункт. Своевольные шелуны очень любят поиграть и приглашают главу семьи вас, то есть присоединиться. Причем порой довольно неожиданно. Кошка прячется, а потом выпрыгивает неизвестно откуда и хватает хозяина за пятки. Питомица откровенно скучает и остро нуждается во внимании. Поиграйте с ней. Пять минут такого общения дадут понять кошке, что в ней нуждаются. Двенадцатое. Наши хвостатые друзья любят поспать на хозяйской кровати. Не удивляйтесь, потому что кошка для сна выбирает самое безопасное место. А где оно чаще всего? Там, где хозяин может хорошенько отдохнуть. Можно так определить, любит ли вас кошка. Тринадцатое. Некоторые кошки находят себе силы подстроиться под режим двуногого друга. Укладывают спать и будят в одно и то же время. Иногда даже раньше будильника. И тут скажите питомцу спасибо, он не отстанет от вас, пока не встанете. Нет шансов куда-либо опоздать. Тут уже у вас не будет вопроса, как понять, что кот любит меня. Четырнадцатый пункт. Кошки с близкими и поболтать любят. Могут ходить вокруг да около, долго о чем-то мяукать. Однако не надо спешить кормить питомца, стремясь откупиться этим и быстро отвлечь внимание от себя. Возможно, он просто делится с вами новостями, показывая свое расположение. Поговорите с ним. Друзей уважать надо. И пятнадцатый пункт. Если у вас плохое самочувствие, кошка ляжет рядом или на больное место, тут важно ее не отгонять. Своим теплом и мурлыканьем она успокоит, снимет лишнее напряжение с усталых мышц. Вы почувствуете себя гораздо лучше. Это, наверное, один из лучших признаков того, что кошка вас любит. Принимая на себя вашу усталость и слабость, кошка потом может долго спать. Самое лучшее – не мешать ей восстанавливаться. Питомица делится с вами своей энергией. Примите это с благодарностью. И в заключении. Кошки по-разному показывают человеку свою привязанность. Иногда довольно странными способами. Принимать это или нет – дело хозяйское, но совсем отчаиваться не стоит. С кошкой вполне можно договориться, подстроив ее поведение под свои потребности. Просто старайтесь придерживаться золотой середины. Ведь если общий язык найден, кошка будет с вами до конца. Одним питанием и уютной лежанкой здесь не обойтись. Не обижайте питомицу, но и не позволяйте ей чувствовать себя абсолютной хозяйкой. Желаю вам больше любви, мудрости и терпения в ваших взаимоотношениях с кошкой. Зверь этот хитрый и своенравный, поэтому они пригодятся вам. Также советую посмотреть на нашем канале другие видео о кошках или как правильно выбрать собаку, если вы не готовы завести кошку. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok